Сцена помнит все, она их память. За 30 лет яркой, насыщенной, плодотворной и нелегкой деятельности Брестской областной филармонии случалось многое. Менялись коллективы, артисты, реконструировались залы, но и неизменным и постоянным оставалось одно. Храм искусства всегда пропитан атмосферой волшебства и творчества. Пустые стулья здесь каждый день становятся живыми, а тишина меняется на музыкальную благодать и открываются заветные двери в мир прекрасного. Придумываем новые формы работы, выискиваем новые жанры, пытаемся сочетать жанры, в частности театр и музыку в единые какие-то синтезы. Получается новые произведения, новые формы, которые интересны всем. И в итоге, когда люди захватывают работу, тем более она творческая, соответственно, позитивная, забываются все дрязги, какие-то человеческие, может быть, не всегда теплые взаимоотношения. И в итоге они перерастают в дружбу. Обстановка в стенах храма культуры не бывает скучной и обыденной. Тут всегда праздничная у артистов, работников за кулисьей и гостей филармонии прекрасное настроение. Мир искусства заряжает положительными эмоциями. Каждый день артисты спешат на работу, как на праздник, за потоком положительной информации и хорошим настроением. Кто-то называет филармонию территорией комфорта, а кто-то и вовсе вторым домом. Это что-то родное для меня, потому что я ее начинал. И пережили очень много всевозможных политических, экономических, таких бурных событий. И выжили, выжили, видите. Сегодня филармония, в общем, на плаву. В концерте приняли участие исполнители и коллективы Брестской областной филармонии, за работой которых стоит искрометное вдохновение. Проделано огромный труд, а сердца наполнены всеобъемлющей любовью не только к музыке, но и к зрителю. В храме классического искусства сегодня трудятся и пропагандируют классику шесть творческих коллективов. Всего вместе с закулисным фронтом филармонии работают над созданием общего творческого дела около ста человек. Встречалась с творчеством отдельных артистов филармонии нашей, и мне очень импонирует их поиск, их творчество. Поэтому по случаю юбилея хотелось посмотреть, что нового, как реконструировали этот зал. Поэтому я здесь.